Глава хозяйства Юрий Ильченко рассказал, что ставку сделали на крупный рогатый скот и молочное животноводство. Купили разрушенную ферму, восстановили её. Сейчас здесь общее число коров больше 400 голов. Дойное стадо составляет половину. Средний надой на одну фуражную корову – более 6,5 тысяч литров молока в год. Губернатор и премьер-министр осмотрели ферму. У Юрия Ильченко не просто крестьянско-фермерское хозяйство, а законченный цикл производства. Здесь и свой цех переработки – сыры, творог и даже йогурты из собственных фруктов. Готовую продукцию показали премьер-министру и губернатору. Свой товар фермер реализует в Денском районе и в Краснодаре. Однако наблюдаются проблемы со сбытом и переработкой. Вот это наша малина. У нас плантации малины составляют порядка 12 гектаров. В этом году мы раньше продаём. Дмитрий Анатольевич, как только вы Турцию закрыли, мы сразу землянику в два раза. А в этом году мы закладываем землянику ещё на 50 процентов у нас заложено. И как бы немножко побаиваемся того, что откроем. Да. Ну, вы нас уж поддержите. С переработкой давайте делать. А чем проблема? Им очень важно понимать, что был гарантированный сбыт. Вот сегодня мы делаем все, чтобы селянин на Кубани, особенно средний у нас бизнес, а фермер у нас средний бизнес, получили гарантированный сбыт своей продукции. Они сегодня очень быстро реагируют на потребности внутреннего рынка. Чем хорош фермер? Потому что он более мобилен. Он понимает, что сегодня нужно на рынке, в чём продуктовый дефицит. И быстро перестраивает своё большое или небольшое хозяйство под нужды рынка. Кроме этого, у фермера ещё и более 900 овец. Останавливаться на этом он не собирается, так как мясо реализуется хорошо. И вообще, отметил Ильченко, прибыль от животноводства будет, если заниматься этим серьёзно. Но сегодня, чтобы удовлетворить спрос потребителей, требуется поддержка государства. Почему не стимулировать и те фермеров, которые занимаются животноводством? Действительно, звучит правильное предложение. И сегодня региональные власти предусматривают механизмы воздействия. Есть краевозы по этому поводу, есть сегодня все инциденты стимулирующие. Сегодня животноводство, гостное животноводство, обстановление. Я думаю, это дело времени. Вот, к примеру, фермер, который сегодня у нас применяет, он расширяется. Сегодня у нас традиционная поддержка, она же сегодня те, кто занимается животноводством, больше получает, чем те, которые занимаются стеневодством. Так, получается. Поэтому здесь тоже сказать, что ничего не имеет животноводных нельзя. То есть, есть то, что поэтапно сегодня мы внедряем, и оно начинает работать. И если оно даст результат, что больше фермеров, если, во-первых, будет заниматься животноводством, конечно, мы увеличим. И господдержит. Животноводы 1680, а растениеводы 300. После посещения хозяйства председатель правительства страны и губернатор Кубани совершили вертолетный облет сельскохозяйственных территорий края. Губернатор рассказал премьеру о ходе уборочной страды. Сегодня край собрал свыше 10 миллионов тонн зерновых и рассчитывает на большие результаты в уборке риса, сахарной свеклы и подсолнечника. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.